Всем привет! Меня зовут Иван Безруков, я дизайнер и руководитель студии Градис. В этом видео я вам покажу, как любую планировку от застройщика можно сделать лучше. Разбираем планировку двухкомнатной квартиры в жилом комплексе Мечта. Квартира площадью 67,4 квадратных метра. Эта квартира неплохо скомпонована, но есть небольшие, на мой взгляд, проблемы. Это длинный вытянутый коридор. И так он скомпонован, что здесь непонятно, куда поставить шкаф для верхней одежды. То есть, быстрый гардероб расположить можно. Это крючки для одежды и полочки для обуви. А вот полноценный шкаф расположить здесь совершенно непонятно, куда. На всю квартиру, судя по этому плану, одна ванная комната, 3 квадратных метра. Есть еще одно помещение, но судя по этому плану, похоже, что это кладовка или гардеробная. Соответственно, есть сложности в том, что длинный вытянутый коридор, куда некуда расположить шкаф и небольшая ванная. Вот сейчас попробуем эти проблемы решить. Значит, что здесь еще есть? Еще есть две несущие колонны, которые мы не можем никуда сместить. Соответственно, будем на них каким-то образом ориентироваться. Первый вариант. Предположим, что эта квартира предназначена для проживания одного человека. Ну, возможно, для пары. То есть, что можно в данной ситуации сделать? Ну, первое, конечно, я бы постарался увеличить ванную комнату. Будем опираться на несущую колонну и перегородки привяжем к ней. Ванна таким образом у нас увеличилась практически, ну, не в два раза, но процентов на 40 точно. Еще одно важное замечание. Ванную комнату и санузел можно увеличивать только лишь за счет коридора, либо кладовых комнат. За счет жилых помещений, то есть, вот в данном случае в сторону кухни, ни в коем случае увеличивать нельзя. Запрещено. Дальше у нас есть кладовая комната, либо гардеробная, непонятно. Но, в общем, из нее я бы сделал большую гардеробную. То же самое привязываемся к опорной несущей колонии. И вход делаем со стороны тоже прихожей. У нас получается огромная гардеробная, в которая в себя вместит абсолютно все вещи, которые у вас найдутся, включая лыжи, коляски, пылесосы и так далее. Кстати говоря, стиральную машину можно сюда запрятать со всей бытовой химией, с корзиной для белья и так далее. А подключить ее можно провести трубы и шланги под полом. Вот до этого санузла. У нас остается вход в большую общую комнату. Это будет у нас, как и предположено, гостевая комната, из которой у нас будет вход на кухню и в спальню. В спальню мы подготовим широкий проем и раздвижные перегородки. Эту стенку уберем. При необходимости открываем, при необходимости закрываем. Вот таким образом располагается кровать. Здесь около стены можно тумбу или шкаф какой-то поставить или макияжный столик. Дальше кухня. В кухню нужно убрать практически всю стену. Уберем. Оставим небольшую часть. Вот таким образом. Соответственно диван располагаем вот так. Напротив него традиционно телевизор с тумбой. Добавляем пару легких кресел. И вот у нас формируется мягкая зона. Дальше. Зона кухни. Здесь бы я немножко видоизменил кухню. И переместил бы ее к окну. Вот ее можно сделать буквой П. Сюда у нас спокойно располагается холодильник. Значит, духовой шкаф. Мойка. Варка. От стены до кухонного гарнитура нужно сделать шкафы узкие, которые будут функциональны и в которых пройдут трубы от раковины. Труба слива. В оставшееся место располагаем стол. И еще у нас осталась одна небольшая проблема, которая заключается в том, что попадая в квартиру, мы сразу же попадаем в гостевую комнату, чтобы такого ощущения не было. Здесь можно поставить невысокие стеллажи, которые будут визуально ограждать гостиную от зоны прихожей, но в то же время будет создаваться ощущение одного общего пространства. Таким образом, на мой взгляд, квартира получается интереснее и более функциональной. Это вариант номер один. Посмотрим, что можно еще сделать. Это будет вариант номер два. То же самое. Необходимо увеличить ванную, потому что в такой, ну, очень мало места, чтобы поставить ванну, там, большую раковину, а еще какой-то пенал для вещей. Совершенно недостаточно места. Но здесь немножко по-другому распорядимся пространством. Немного от гостевой комнаты съедим пространство, отдадим его в пользу прихожей для шкафа, так необходимого. Вот таким образом при входе получится шкаф. Здесь останется слева от шкафа вход в гостиную и в кухню уже. Кухню будем располагать традиционно, ну, каким-то вот таким образом, или можно ее продлить до стены. Если вы любитель больших кухонь, здесь же, соответственно, можно расположить стол. Стену, как вы поняли, мы это убираем. Вот так вот убираем. У нас получается вот таким образом стол. Диван ставим за столом, напротив тумбы, телевизор, ну, хотите, если можно, акустику поставить. Соответственно, телевизор мы можем смотреть и сидя на диване, и сидя за столом, и когда готовите на кухне, телевизор тоже видно. В общем-то, это удобно. У нас остается еще один свободный угол, который можно чем-то занять. Можно поставить какую-то систему стеллажей или тумбу, над тумбой повесить картину или зеркало. В общем, каким-то образом красиво этот угол оформить. У нас останется обособленная спальня и кладовка. Кладовку будем использовать как гардеробную комнату, ну, а спальню, собственно, как спальню. Вот таким образом. На этом все. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова